Награждается Александр Гребенкин, Хантамансийский автономный округ. В салат прибыли титулованные ветераны дзюдо, многократные победители и призеры чемпионатов Европы, мира среди спортсменов старше 30 лет. Соревнования длились два дня. На татаме вышли порядка 180 спортсменов в семи возрастных категориях, как самые юные от 30 и до 64 лет. Александр Гребенкин принял участие в ветеранском чемпионате в возрасте М2, 35-39 лет. В своей категории до 90 килограммов провел 4 встречи и выиграл золото. В этом возрасте, конечно, все равны, большинство, но я не скажу, что там все слабые. Вообще, как говорится, Россия среди мастеров, то есть все опытные, все умеют бороться. Тема победа приятнее. Александр серьезно готовился к чемпионату. Летом прошел сборы со своими воспитанниками. Соревнованием вышел на пик формы. Я могу сказать большое спасибо своим детям, во-первых, потому что мы с ними вместе уехали на детский сбор. И после того сбора я поехал в город Салават. Я держал очередную победу. Было, как сказать, жарко на ковре. Ажиотажа много. То есть я думаю, что в таком возрасте мы получили свой кусочек адреналина и показали своим детям, чего мы можем. Личным примером Александр Гребенкин показывает подопечным, что дзюдо можно заниматься и совершенствоваться постоянно, а не только в детстве и юности. Он пытается этим примером показать нам, что мы тоже можем достичь таких же высот и даже больше, чем он. В таком возрасте поехать и выиграть Россию это не каждый сможет. Он много раз выиграл и может так сделать. Я, наверное, тоже хочу иметь столько наград в России. Ну, не только в России, по Европе можно и тоже. Александр Гребенкин получил приглашение на чемпионат мира среди ветеранов, где в составе сборной страны будет бороться с лучшими дзюдоистами планеты. Старты намечены на конец года и пройдут в Португалии. Сергей Ефимцев, Алексей Николаев. Специально для новостей. Продолжение следует...